Давайте возьмем мужской кейс. Алексей пишет Не могу справиться с тревогами и навязчивыми мыслями, что сойду с ума. Потеряю контроль над собой. Началось после смерти близкого родственника рецидив, после длительного затишья. Алексей, пожалуйста, позвоните мне. И всех прошу быть внимательным сейчас. Алло. Добрый день. Добрый день, Алексей. Леш, выключи видео. Да, сейчас. Выключи видео. Я его вижу. А, видео. Мы с тобой не знакомы вроде, да? Не знакомы, но у меня был рецидив в пятнадцатом году, ну и ваши видео на ютубе помогли мне как-то выбраться из этой ситуации. Так, давай поэтапно. Рецидив чего у тебя был в пятнадцатом году? Ну, я расскажу небольшую ситуацию. Я из Донецка, в ДНР, да? Как бы обстрелы, стрессовая ситуация, плюс я работаю в сфере ЖКХ, попал под обстрел. Ну, и у меня начались потом тахикардия, панические атаки, страх за жизнь. Ну, потом я пошел к невропатологу. Ну, полное обследование. У меня как бы все хорошо. Все хорошо. Ну, потом увидим ваше видео на ютубе, иначе анализирует, что перед этим было. До обстрелов всех, да? Ну, защита диплома, диплом, бессонные ночи, недосып. Ну, и как-то, думаю, все это наложилось. А как это наложилось? Ну, как? Я вообще такой человек, как бы, стараюсь все делать хорошо, стараюсь все делать правильно. Вот диплом в техникуме на отлично, и только на отлично. Диплом в институте как раз вот только на отлично. И поэтому вот сидел перед дипломом всю ночь, вот как бы мне рассказать, как бы мне рассказать, как бы мне лучше рассказать, чтобы, ну, не упасть в грязь лицом. Вот такие моменты. И как лицо? Лицо, ну, не пострадало. И как твой красный диплом поживает? Ну, поживает хорошо. Пылится? Да нет, да нет. Я, кажется, с чего не помню, я уже работал параллельно, да? Ну, дорос сейчас до мастера. Пока до мастера дорос. Молодец. Так, расскажи о том, что ты написал в чате. Ну, вот последняя ситуация. Вот если возвращаться к той ситуации в 15-м году, да, когда у меня все это началось, я полез на форум. И меня зацепила дереализация, деперсонализация. Меня это зацепило. И у меня, как бы, произошла фиксация на этом. Я начал себя перепроверять. А вот чувствую себя, я себя самим собой. А вот чувствую я, как реально, нереально все вокруг. Ну, и так далее, и так далее. Вот, потом я увидел твои видео, как бы, объяснил все, что это, как бы, я сам себя обманываю. Поясни здесь поподробнее, что ты себе объяснил, когда ты увидел мои видео. Ну, то, что, вот, это больше туда, в глубокую психиатрию. Вот, дереализация, деперсонализация. То есть, когда ты не узнаешь, там, себя в зеркале. Я понял. Я понял тебе, да. Говори. Вот. Ну, и, как бы, потом я решил взять себя в руки, да, занялся спортом. Пошел в тренажерный зал, как-то потихонечку, потихонечку, ну, и оно, как бы, все затихло. А теперь возвращаясь к этой ситуации, которая была, вот, вот, буквально недавно. Это декабрь 19-го года. Опять же, у меня карьера пошла в гору. Много моих проектов, я программированием занимаюсь, много моих проектов пошли в гору. И один, и второй, и третий пришлось забить в тренажерный зал мне. Пришлось мне, как-то, опять же, бессонные ночи. И на работе работаешь, и днем, чтобы все успеть, чтобы, как бы, ну, опять же, грязь лицом не ударить, да? Перед кем? Перед кем? Перед начальником. А что будет, если ты ударишь в грязь лицом? Ну, буду плохим, буду некомпетентным сотрудником. У нас сегодня прям вечер компетентности, я смотрю, на канале Невроза Мегаполиса. Еще один... Ты смотрел Кисть сейчас, Алены? Да, 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 смотрел. Вот прямо у нас вечер компетентности. Так, хорошо. Значит, не в грязь лицом, перед начальником. Дальше, что произведу, да, по истории сначала пройдемся. Ну, дальше. Ну, а еще один нюанс, почему я себя так этим давлю? У меня как бы отец работает... Не, 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 подожди, вот про отца чуть позже ты мне расскажешь. Давай просто по анамнезу пройдемся. Итак, в 2015 году у тебя первое состояние повышенной тревожности, ты обследуешься и так далее. До этого ты считаешь, что ты перенервничал с дипломом, который для тебя красный, и он является особо значимым, это понятно. Затем у тебя вроде как все потихонечку ты там что-то как-то справляешься, хороший мальчик, молодец. А затем в 2019 году, в декабрь 2019, ты начинаешь работать дополнительно, у тебя что-то явно не фартит, и у тебя тревожка опять поднимается. А потом кто-то умер. Да, а потом умирает у меня близкий родственник, близкий родственник, да. И это как раз было, ну, как, это как раз было... Да. И получается, да, у меня информацию тут говорят, как раз позвонили вечером, а я как раз за проектом в этот момент. И у меня сразу такая автоматическая мысль, ой, только бы не началось, как тогда в 2015 году. Только бы опять вот этот загон дереализации, деперсонализации. А как это связано за смерть родственника, простите? Ну, как бы стрессовая ситуация, но она как-то автоматически у меня получилась, мысль прилетела. А, то есть просто ты узнал о кончине близкого, и ты просто сказал, ой, только бы я не обострился. Так, да, произошло? Леш? Да, 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 прерывайся. А, то есть ты узнал просто о смерти близкого, и ты такой сам себе говоришь, только бы я не обострился. То есть ты просто так усомнился, да, я так понимаю? Ну, да, да, да. И у меня получился гиперконтроль, вот я начал, как бы, вот сезонное компенсатурное поведение, да? Не допустить потери собственного я. Что такое не допустить потери собственного я, поясни, пожалуйста. Ну, как бы, не допустить появление симптомов деперсонализации. Я вот так думаю. Почему? Ну, потому что это угрожает. Чем? Ну, а вдруг это серьезно, а вдруг это... Предположим, это шизофрения, что дальше? Ну, я не смогу дальше развиваться, развиваться, я не смогу развиваться в жизни. И что будет, если ты не реализуешься в жизни? Ну, подведу родителей, подведу... И что будет, если ты подведешь родителей? Ну, буду плохим сыном. И что значит, что ты будешь плохим сыном? Ну, как бы, для меня надежды возглавали родители, а я вот так, вот так вот. Не оправдал надежды и подвел? Да, да, можно так сказать. Вот здесь можно поставить двоеточие. Сейчас все внимательны. Можно здесь поставить двоеточие и написать. А как я не оправдаю надежды, подведу? Двоеточие. А как я не оправдаю надежд и подведу? И отсюда вывести компесаторику. Я не должен сойти с ума. Я не должен заболеть психиатрическим заболеванием. Я не должен погибнуть. Я должен все делать вовремя. Я должен все контролировать. И все это фигурной скобочкой, чтобы не подвести родителей. Я надеюсь, Леша, ты меня слышишь. А, да, я слышу, я записываю. Ну, естественно, ты же хороший, да? То есть, получается, что вся твоя компесаторика и все твои обсессии, сойти с ума, умереть, упасть в грязь лицом, диплом не красный. И это у тебя вся миссия жизни не подвести родителей, потому что они возлагают на тебя надежды. У меня к тебе сразу реверсивный вопрос в детство. Что это за история, где маленький Алеша поставил себе цель оправдать надежды родителей? И как эти надежды, собственно говоря, там появились? Ну, мне с детства говорили родители, ты у нас, ну, я как бы второй ребенок в семье, да? Первый брат у меня погиб, и меня родила мама, ну, после 40 лет, да? Ну, и мне с детства как бы говорили, ну, ты защитник, помощник, заступник, вот ты там должен, вот ты это. Ну, примеры зачастую приводили там близких, племянников там, ну, и прочее. Вот смотри, вот какой он молодец, вот как он там и тем, и тем занимается, вот ты ни на какие секции не ходишь, ну, никуда не ходишь, вот ты тоже как бы должен. Ну, может, это как-то спровоцировало, я тоже анализирую. Что ты знаешь про ОКР? Ну, знаю, это достаточно нормативные люди, зацикленные на нормативности, где есть аксессии, компульсии со своими мыслями и ритуалами. Умничка, а давай самое начало попробуй это развить. Нормативные люди, как ты это понимаешь в концепции ОКР? Ну, то есть, есть какие-то убеждения, убеждения, да, у человека, то есть человек должен быть плохим, потому что это все как бы тебя не пиздец. Как это на себе можно применить? Ну, я не должен быть плохим по отношению, чтобы не опозорить как бы своих родителей, чтобы оправдать их надежды. Чтобы не подвести родителей и оправдать надежды, я как должен себя вести? Хорошо, должен вести. Еще. Отлично должен вести себя. Ты понимаешь, да, что я фактически сейчас выстраиваю твою протосхему. Чтобы не подвести родителей и оправдать надежды быть хорошим, я должен, двоеточие, не заболеть шизофренией, отсюда у тебя навязчивый страх и заболеть. Я не должен, значит, потерять контроль, потому что твой контроль дает тебе возможность все-таки реализовать твою сверхценную идею, не подвести родителей. То есть, что должно терапии-то подвергаться в этой кейсе, как ты думаешь? Мое недопущение быть плохим. Ну, плохим, Леш, слишком попсово. Давай поконкретней. Мое недопущение не оправдать надежды, да? Ну да. Давай об этом поговорим. Что ты думаешь о недопущении, что тебя не получится оправдать все надежды? Возможно ли вообще их оправдать? И возможно ли жить без ошибок и нахрена тебе красный диплом? Ну, вот когда я в институте учился, да, у меня был такой пункт, как бы, я должен, если я хорошо учиться, то меня как бы в работе продвинуть. Если я буду хорошо работать на работе, то я как бы по карьерной лестнице выше поднимусь. Задавай вопрос себе сейчас. А зачем мне это нужно? Подожди, не уходи в сторону. Давай поконкретнее. Я не могу допустить, что я не оправдаю всех надежд родителей. Как с этим можно обойтись с точки зрения недопущения? Вот это фундаментальная хрень. Как поэтизм, да? Ну, допустить. Ну, задай себе вопрос. А почему я не допускаю, что я могу, что может такое произойти? Произнеси это вслух. Почему я не могу допустить, что я подведу родителей? Да. Почему я не могу допустить? Ну, потому что на меня возложили надежды, а я как бы не оправдал их. Объясни себе, почему люди могут не оправдывать надежды окружающих. Как сложились ситуации? Раз. Как сложились ситуации, обстоятельства. Не все может получиться. Еще. Не все может получиться в жизни. Не все зависит от меня. Не все зависит от меня. Так. А как ты меряешь оправдание надежды? Ну, оценкой. Оценкой, похвалой какой-то. Какой, да? Это какой? Ну, со стороны, там, если у меня что-то получилось, ну, тебе скажешь, ну, да, молодец, сын, ты там, ну, так, у тебя так получилось, у тебя так получается, все как бы хорошо. Ну, то же самое и в работе, когда что-то у меня получается, мне это как-то удовольствие, когда ты понимаешь, это мои невротические галочки, я понимаю, что я живу вот на них. Ты живешь для эмоций родителей. В транзактном анализе есть такая штука, называется спасатель. И вот такое чувство, что ты взял на себя какую-то миссию брать на себя родительские эмоции. И вот все, что ты делаешь, чтобы порадовать родителей, расплатиться за их ожидания. А сколько тебе было лет, когда погиб твой брат? А меня еще не было. Это до моего рождения. А ты слышал об этом часто? Ну, в детстве да, были моменты. А когда ты об этом слышал, что ты думал? Ну, есть пример жизни, с кого брать пример можно. Так ты же его не видел? Ну, по... По... В том, что мне рассказывают. А сколько ему было лет, когда он погиб? Ему было 22. И родители о нем много говорили? Ну, да. И какую ты на себя взял функцию? Вот вам патогенез. Сверхценные потребности. Все группа внимания. Есть определенный дед, есть определенный брат. Да? Есть о нем рассказ. И есть ребенок, который берет на себя, Алеш, какую функцию? Оправдать надежды. Быть не хуже. Ты фактически свою жизнь заменил им. Ты своей жизнью заменяешь родителям этого человека. И ты взял на себя сам эту функцию. Ты видишь, я обязан возмещать этот моральный ущерб. Что ты сейчас чувствуешь? Чувствую как-то не по себе даже немножко. Ну, да. То есть фактически ты служишь такой вот истории, где ты взял на себя функцию в детстве, что ты теперь как бы компенсируешь то, что у родителей ушло. Вот почему для тебя их надежды оправдать настолько сверхценные. Вот почему для тебя красный диплом настолько сверхценный. Вот почему для себя похвала папы и мамы настолько сверхценные. Потому что ты не просто ребенок. Ты ребенок, который возложил на себя функцию радовать родителей, потому что до тебя они горевали. И ты пришел как ангел с небес, чтобы их продолжать радовать. И как, крылья у тебя не устали там размахивать? Ну, да. Осознание приходит. А ты что подписывался под это изначально, что как бы было одно, а теперь ты у нас дальше. Кто тебе это уполномочил? Да никто. У меня просто как бы с самого детства, вот именно с глубоких, вот когда у меня вот эти пятерки, оценки, дипломы пошли, это пошло где-то в девятом, в восьмой, девятый класс, да. Восьмой, девятый класс, четырнадцать, пятнадцать лет. Вот тогда у меня это все так сильно. Сильно. Для этого как-то я... Почему ты это? Давай вернемся к твоей миссии. Потому что тут весь ответ всего твоего кейса. Давай патогенез. Можешь сам сейчас накидать свой? Так вот. Детство сверхценные потребности. Очень поверхностно. Можешь сам так вслух? Ну, сверхценные потребности мои это оправдать надежды родителей, быть хорошим мальчиком, в работе не ударить в ряд с лицом. Эти сверхценные... Я помолодец. Эти сверхценные потребности в патогенетической концепции развились благодаря чему? Благодаря вот той истории моей семьи, да, ну и то, что было о том, что мне говорили в детстве. Конкретно. То есть, в истории брата, что брат у меня был вот таким человеком, мне родители приводили это в пример, ну, говорили об этом с детства, да, и, ну, как бы, говорили, ты у нас единственный, ты защитник, помощник, заслухник, ты, как бы, опора семьи. Ну, то есть, ты, ну, ты, как бы, должен быть продолжатель. Верно. Отсюда ты вывел компенсаторные поведенческие стратегии. Какие? Ну, учиться все делать хорошо, учиться хорошо, чтобы не опозорить родителей, чтобы они не жалели, ну, и так далее. И не приведи, значит, магическая планета, я погибну, и я тогда точно не оправдаю свою миссию. Для тебя самое главное недопущение это сойти с ума и погибнуть, потому что тогда ты не сможешь реализовать ту миссию, которую ты на себя взял в виде компенсации брата. Вот почему ты так боишься сойти с ума, вот почему ты так боишься потерять контроль, вот почему ты так боишься упасть в грязь лицом, ты боишься, что ты эту миссию не реализуешь. А весь твой смысл жизни это радует родителей, потому что брата не стало, и я вместо него. Как тебе такая миссия вообще? Не очень. Не очень. Вот я хочу, чтобы ты с этим пожил как-то, с этим осознанием. С точки зрения поведенческой терапии, что можно менять? Что сейчас первое в голову приходит? Менять отношение к ситуации, ну, больше задавать вот почему. Конкретнее, по поводу чего, почему? Ну, вот, к примеру, если на работе там, я должен быстрее этот проект сделать, я должен делать, а почему я должен именно сделать его так хорошо? Почему я должен его сделать именно так быстро? Я бы чуть-чуть через другое отверстие бы зашел. Послушай меня сейчас очень внимательно. Я бы не мелочился бы, Леш, вот на эти вот мелочи, почему это, почему то. Я бы на твоем месте бы, наверное, рекомендовал тебе сесть и глубоко задуматься о смысле, а действительно ли я рожался, чтобы нести какой-то крест под названием «Радовать родителей вместо умершего брата». Вот я бы, если бы ты был моим клиентом, я бы с тобой несколько занятий бы только бы об этом и говорил. Потому что как только ты бы с себя эту обязанность бы хотя бы снял наполовину, со словами «Да, действительно, так случилось у моих родителей до моего рождения», я это не создавал. Я вообще-то не виноват в этом. Я не просил меня рожать. Я не подписывал контракт, что я рожаюсь, чтобы радоваться дальше. И я не подписывался, что я теперь буду ходить и радовать всех, потому что они когда-то горевали. Да, действительно, я бы хотел, чтобы они радовались моим достижениям. Да, мне очень приятно. И я чувствую теплое чувство, когда они радуются. И я постараюсь, чтобы они чаще радовались. Но в то же время я имею право вообще сказать «Папа, я этого не хочу, мама, мне это не нравится». И вообще мне не понравилось это, и я вообще ушел. И вообще, в принципе, я передумал. Ну, как же так, мы думали, у тебя получится. Ну, я и раз хотел. И вот если бы ты в себя снял бы вот эту функцию «Радовать», замещая собою кого-то, тогда ты бы смог и радовать родителей своими хорошими результатами. Они и так будут радоваться за тебя, поверь. По разным результатам. С тройкой они будут радоваться, с пятеркой. Им сам факт, что ты есть и уже хорошо. И ты перед собой будешь честным, потому что ты скажешь «Я живу не чтобы быть какой-то тенью и радовать, а я живу так, как я считаю нужным. И здорово, когда я параллельно радую своих родителей». Что ты об этом думаешь? Я понял, чем работать. Произнеси сейчас это вслух. Ну, я живу для того, чтобы не кого-то радовать, не радовать своих родителей, не заслуживать какие-то «алочки», а я живу для себя. Я живу для себя. У меня как бы свой путь, и я сам свой путь выбираю. У меня нет никакой миссии. Моя жизнь – это постоянный выбор. Не так получится, но получится по-другому. Ну, дополни это, что да, я бы хотел, чтобы родители радовались. Да, я хотел бы, чтобы родители радовали, чтобы я приносил им положительные эмоции. Ну, если получится, что как-то не так, ну, так сложились обстоятельства или так сложилась ситуация. Хорошо. Что ты в целом думаешь о своем кейсе? Ну, вот я хотел бы еще встречный вопрос задать. А вот почему у меня всегда вот эти обострения случаются, когда вот кто-то умирает? Вот умер… Потому что это для тебя метафора того, чего ты не можешь допустить. Ты же миссию на себя взял радовать своих родителей вместо брата. Для тебя любая смерть – это метафора повторения этого паттерна. У тебя больная тема – это вообще трава не расти, только бы не умереть и только бы не сойти с ума. Ты живешь не чтобы жить, не чтобы пробовать, а ты живешь, чтобы радовать родителей вместо смерти брата. Ну, кто хочет – заболеет. Понимаешь, УКР с такой концепцией. Потому что это вечное внимание на мимику родителей, это вечное нравится – нравится, я хороший, вы не расстраивайтесь, все хорошо, я буду жить. Ой, только вот… Ну, кто хочет – заболеет. Понимаешь? И если бы ты был моим клиентом, мы бы все время говорили бы на тему. Вообще, ты что в жизни-то хочешь? Ты. Я понимаю, что ты всю жизнь… Сколько тебе годочков, кстати? Двадцать восемь. Двадцать восемь. Заебись. Ты двадцать восемь лет, выполняешь эту гениальную функцию, от которой ты уже что-то подутомился, походу. Потому что следующий твой невроз будет, знаешь, какой внутренний конфликт? Как он у тебя тут выглядит? Рассказать? Тут у нас есть детский сад про внутренние конфликты, когда они никак учебники почитать не могут, уже двенадцатый год пошел. Он у тебя тут очень простой, называется обсессивно-психостенический. Есть твоя правда, и правда – это то, что хочет Леша. Не который рожался для брата и для родителей, а Леша. Что он хочет? И есть твои убеждения, что я должен радовать родителей, у них погиб сын, они должны больше плакать, они должны радоваться, они, значит, в меня вложили столько, поэтому я должен меня отплачивать. Вот это твои убеждения, да? И вот у тебя есть такая история, что у тебя есть твоя правда под названием «Мама, я вообще-то хочу покурить», ну, грубо говоря, да, и там пивка выпить. А в другой стороне есть убеждение, что если мама увидит меня с пивком, я буду плохой, она не для этого меня рожала. И вот весь твой внутренний конфликт между истинными твоими желаниями, как просто парень, который вообще не подписывался под компенсацию умершего брата. И радость там всех, цирк Шапитош, чтобы там у тебя там танцевал с бобинцами. И убеждениями, что ты должен быть хорошим сыном, который должен расплачиваться с родителями. Вот так выглядит твой внутренний конфликт, он будет по жизни у тебя. А теперь я хочу, чтобы ты этот внутренний конфликт наделал какими-то конкретными вещами. Что, в частности, я хочу искренне, и что, в частности, мои убеждения противоречат. То есть, это, кстати, список, да? Чего я, лично я хочу, да, и где у меня идет конфликт. Да, с социальным убеждением про надежды и правильного пальчика. Я понял. Ну, а что ты понял? Есть какие-то мысли у тебя? Ну, есть, есть мысли. Но даже вот у меня отношения с девушкой, да, они клеятся сюда же. То есть, у меня попалась девушка как бы, ну, из благополучной семьи там, ну, и я никак не могу принять решение, быть с ней или расстаться. Задаю себе вопрос, а почему? Ну, потому что там, она не забыла полученной семьи, там, у нее отец пьет, там, ну, и так далее. А что скажут именно это родители, как они оценят мой выбор, ну, и так далее. А твоя внутренняя часть что хочет? Внутренняя часть? Ну, с одной стороны, она мне нравится, она закрывает мои некоторые потребности, там, мне с ней интересно общаться, мне интересно говорить. Но в то же время, она у меня первая, ну, вот я с ней познакомился, я с ней плохо общаюсь, никого у меня, кроме нее, не было. Ну, и с другой стороны, хочется попробовать еще чего-то, да, еще с кем-то пообщаться, как бы, для сравнения. А с другой стороны, как бы, страх перемен, то есть, а вдруг я никого еще не встречу в будущем. Действительно, ты же в Гватемале живешь, ты кого-то еще встретишь-то в Донецке? В жизни-то, кого ты еще встретишь? Там столько одни аборигены ходят с этими самыми, с собаками, да? Там только одна зина на весь квартал. Ну, как бы, да. Признакомься, конечно, у нас была с ней ситуация такая интересная. Мы с ней как? Познакомились в интернете, да? Это был как раз пятнадцатый год, еще до всех этих событий. Ну, и я нашел ее в интернете, первое свидание, все хорошо. Потом я узнаю, как бы, что она мне изменила. Была измена, ну, еще до, как бы, нашего первого свидания. Ну, и я, как бы, начал себя гнобить за это, то есть, ну, как я, вот она мне изменила, а я с ней стал встречаться, а я с ней вместе, а вот, ну, она же не такая идеальная. Ну, и, опять же, все выходит в это, что родители о ней подумают о моем выборе. Ну, я не буду вдаваться в дискуссию, как можно было тебе изменить до вашего момента, когда вы стали встречаться, это вообще какая-то отдельная заеба, но я сейчас не хочу, про это уже до утра будет. Она мне изменила до того, как мы начали встречаться, это гениально. Это надо записать, мне кажется, куда-то вообще в цитаты года. Она мне, моя девушка мне изменила еще до того, как мы стали встречаться. Мне кажется, это прям шикарно. Спасибо тебе за эту фразу. Значит, а что касается основы, ты абсолютно прав. У тебя везде понравится ли родителям? Как они отреагируют? И вот я думаю, что здесь как раз таки есть вся твоя вот эта история. Подведи итог, что ты понял по сегодняшнему кейсу и какие план действий, какие поведенческие паттерны тебе бы хотелось бы поменять, исходя из того, что ты сегодня понял? Ну, составить список, составить список, чего конкретно я хочу, вот я, именно я, да, и какие у меня есть потребности с детства, ну и где идет вот это наслоение. Ну и чаще разговаривать с собой, то есть, а зачем мне это нужно, почему, а что будет? Хорошо, стоп, тормози. Ты сейчас один в комнате? Да, конечно. Представь себе, что родители напротив. Угу. Я бы хотел, чтобы ты сейчас им сказал правду, начиная с фразы, вы знаете, если честно, и поговорил бы с ними про эту миссию, которую ты на себя взял. Как бы эта фраза звучала? Ну, мои родители, вы знаете, если честно, я знаю, что у вас погиб сын, что вам трудно, трудно… Было. Было. Трудно было. Это тяжело, конечно. Трудно было. В тот момент, в тот момент, когда это случилось, когда это случилось… И когда я родился и стал об этом слышать… Когда я родился и стал об этом слышать, мне было непонятно, почему… Говорят о нем больше, чем обо мне. Может быть. Да. Или же… Я не знаю, как выразить. Ты все правильно говоришь. Говори, как говорится. И я, похоже, поставил такую миссию себе. Да, потому что с детства мне говорили, вы мне с детства говорили, что я защитник, помощник, преступник, единственный в себе. Я старался оправдать все эти надежды, чтобы не быть хуже, чем мой брат. И как тебе от этого выразим эти чувства? Как тебе от этого? Тяжело, легко, нормально, не очень? Тяжело. Скажи им об этом сейчас. Родители, мне тяжело, что мне приходится, мне приходится тянуть, мне приходится даже из последних сил делать все так, чтобы не огорчить вас, ему быть хуже, чем мой брат. Да. Прекрасно. Что ты сейчас чувствуешь? Ну, немножко легче. Немножко легче, но… Но во всяком случае, ты хотя бы понял, как выглядит твоя психотерапия. Ну да. Да. Вот операционное поле. Вот что такое патогенез. И вот что такое неврозы. А не просто убеждения. Вот что такое сверхценные потребности. Вот как выглядит патогенетическая психотерапия. И вся психотерапия твоя – это говорить с собой, Леша, об этом. И я бы, наверное, тебе порекомендовал, но если бы ты был бы, грубо говоря, в терапии, да, и мы бы с тобой в какой-то момент пришли бы к попытке разговора с родителями про это. Ну, грубо говоря, несколько бы занятий бы мы с тобой говорили бы про это. И потом в какой-то бы момент ты бы созрел для того, чтобы им сказать о том, как тебе от этого. Потому что ты чувствуешь небольшой стыд, что ты это понял, и что тебе как-то от этого самому неприятно. Ну да. Да, есть. Есть такое. И вот это должно в голове как-то у тебя уложиться, и в итоге найти некую середину. Леша, последний вопрос тебе. А как выглядела бы стратегия медиум в этой ситуации, чтобы были, ну, прости меня за сравнение, волки сыты, овцы целы? Ну, не все делать так хорошо, то есть и не родителей не огорчить, да, и свои потребности, то есть то, что я именно хочу. Как бы ты это технически мог представить? Ну, к примеру, на работе, да, на работе я хочу новый проект, новый проект. Я хочу его сделать очень хорошо, чтобы, как бы, отец был доволен мной, да, что я сделал проект, и ему не стыдно в глазах за меня. Ну, а если получится, что у меня не очень хорошо получится, ну, так сложились обстоятельства. И не все зависит от меня, не все зависит от моих сил и возможностей. То есть тут больше ты должен дать себе право быть не идеальным для родителей, не нести эту ношу, а быть достаточно хорошим сыном. Последний тебе вопрос все-таки. Объясни мне разницу между достаточно хорошим сыном и идеальным. Ну, идеального вообще, как бы, не бывает, да, идеалы очень трудно. Идеальный сын болеет ОКР. Ну, да. А хороший сын, хороший сын, это который... Достаточно хороший. Достаточно хороший, ну, который помогает в некоторых аспектах, да. По возможности. По возможности, да. Если, как бы, если, ну, не получилось помочь, не получилось что-то сделать, ну, не все зависит от меня, и я себя не корю этим. Потому что я не смог. Смотри, да, молодец. Достаточно хороший сын действует, исходя из возможного. А идеальный сын пытается сделать невозможное. Вот ты всю жизнь, 28 лет, пытаешься сделать невозможное. Ты пытаешься жить не свою жизнь. Ты пытаешься жить так идеально, чтобы они ни в коем случае не усомнили, что не зря тебя рожали. В твоей же психике тебя родили вместо брата. И вот ты там радуешь всех. А я хочу, чтобы ты понял, что это неправда. Что ты имеешь право на свои ошибки, а не просто выполнять какую-то функцию, закрывая чью-то потребность, которая была утеряна. Как бы тебе это ни звучало больно. Да, радуй своих родителей. Да, будь им благодарен. Но ты не подписывался, чтобы выполнять эту функцию. Ты можешь ошибаться. Ты можешь быть не идеальным. Ты обычный парень, который не имеет никакого отношения ни к твоему брату, ни к твоим родителям. Ну я понял. Я надеюсь, что это занятие пойдет тебе на пользу. Пересматривай его. Хорошо, Леш, спасибо. Что ты думаешь? Что ты хотел сказать? Ну я хотел еще вопрос задать. Можно вопросы? Да. Вот когда вот эти реакции у меня идут, да, вот эта концентрация на внутреннем ощущении себя, вот эти философские мысли, а зачем я живу и прочее. Это же, я так понимаю, проявление тревоги внутренней. Ну, отчасти да. Но я хочу, чтобы ты сконцентрировал доминантное внимание на одном. Я слишком большую миссию на себя взял за брата нести радость родителям. И я это пытаюсь сделать абсолютно иррационально. Найди середину, где и родители довольны, и ты доволен. Чтобы у тебя была и твоя жизнь, и жизнь позитивная для родителей. Прознеси это вслух. Не или моя, или для родителей, а и моя, и родители. И моя, и родители. Не или, или, а и, и. Понял? Да, да, да. И твоя, и для родителей, а не или, или. Вот в этой, в этой части большая философия, окей? Открайности, открайности. То есть, чтобы не было крайности, я понял. Чтобы ты не жил просто идеально для родителей вместо брата погибшего. А чтобы ты был собой и жил так, как ты хочешь, и с ошибками, и не идеальный. Но в то же время иногда родителям как-то там их радовал, чтобы они тоже за тебя не переживали сильно. Но ты имеешь вообще полное право, понимаешь, побриться и уйти в Афон в монастырь. Понимаешь? Они будут недовольны этим. Но это если тебя... Если тебя просто переклинит, и ты вдруг пойдешь в монастырь, это твое право. Понял метафору? Да. Объясни, почему ты имеешь право побриться и пойти в монастырь? Ну, потому что это мой выбор, это мое решение. И даже если они недовольны, я... Я буду выполнять, ну, делать свое решение. Вот я хочу, чтобы ты это занятие переслушивал и не радикально махал шашкой, хотя бы понял, о чем твое УКР, окей? Ага, да, Леш. Спасибо тебе. Спасибо. Мы можем этот кейс показать на Ютубе? В принципе, можно. Как у вас там в Донецке дела? Спасибо. Ну, стреляют, постреливают периодически. Российских военных там много? Да я не видел никого. А американцы, говорят, видели там российские войска. Неа, нету. Ладно. Спасибо. Все, успехов тебе. Пока-пока. Пока. Счастливо. Ох, ну что. Очень неплохой кейс, который помог мне показать моей аудитории, что такое патогенез. Я отдельно хочу поблагодарить сейчас Алексея, потому что очень хорошо получилось увидеть... Вот поставьте плюсики, кто это поняли, да? Что такое сверхценные потребности? Это не просто УКР. То есть это не просто, знаете... Это не просто мальчик, который хочет быть с красным дипломом. Там целая трагическая история гибели брата. И он на себя берет эту функцию. И он очень хороший парень. И вот именно вот эта функция, вот эта вся история, это и есть то, что становится сверхценной потребностью, формируются определенные компсаторики, ну и потом начинается реальная жизнь и так далее. Вот, собственно говоря, так и выглядят невротические расстройства. Хорошо, что получилось вам показать на хорошем примере, как строится патогенез. Детство, формулировка сверхценных идей, компсаторные стратегии для этих идей. И, как мы видим у Алексея, слишком жесткие компсаторики, от которых он сам страдает. Ну и потом начинаются ситуации. Девушка, там работа, ошибки. Его компсаторики становятся неэффективными. У него развивается напряжение, возникают обсессии, компульсии по принципу сойти с ума, подвести, то бишь не оправдать ожиданий. Ну и все по стандартным маршрутам. Эта ОКР лечится, на самом деле, очень несложно. Это просто такая регулярная философская коучинговая работа. И здесь вообще даже фармакологии не требуется. На 100% этот кейс можно полностью, абсолютно редуцировать, ни грамма не употребляя вообще никакого лекарства. Это чистой воды философия и чистой воды время. И он абсолютно жизнеспособный. Вот это очень приятно. Вот это тот самый как бы непростой случай ОКР и нормативной зажатости, который можно абсолютно без фармакологии редуцировать на 100%, я вам гарантирую. Просто это вопрос интенсивности занятий, их ритмики, их длительности и некоторых его инфраструктурных жизненных изменений. Вот и все. Я на этом больше чем уверен, что, Алексей, у тебя все получится просто как-то сохранить для себя это занятие и напоминай себе, чтобы это было все время для тебя таким неким терапевтическим напоминанием, и у тебя все будет хорошо. Просто нужно время и философия, время и философия и поведение. Вы Punk в них жеaurая и в том, что вы можете Интересно. Мы коммерция у меня, М.較 для них Swift. Мы отличаемся,oldown на философии. Продолжение следует...